Особое мнение на 101FM Я хочу начать с вашего заявления о том, что вы отказались участвовать в конкурсе на должность главы городадминистрации. В прошлый раз вы участвовали, вы подавали документы и вышло так, когда уже первый этап конкурса вы прошли, написали контрольную работу на знание муниципальных правовых актов. Конкурс был сорван. Вышли на второй этап, ждали собеседования, а его в общем-то не было, потому что губернаторская половина комиссии просто не пришла на него. Сейчас вы заявили о том, что в конкурсе участвовать не будете, называете в общем-то все это фарсом. И говорите о том, что назначается все равно тот, кто нужен. А я вот о чем хочу спросить. А может быть своим примером могли бы обратное доказать? А я уже пытался это сделать. Ну и вы же видите, что получилось. Просто я понимаю, что я некоторым руководителям спутал карты. Все должно было пройти спокойно с двумя участниками. Меня там не должно было быть, по их мнению. Поэтому конкурс был сорван. На самом деле, кто там заявлял, что какая-то там борьба одного вице-губернатора с другим, нет. Ситуация достаточно банальна. У одного из претендентов не было группы допуска. И, видимо, какие-то структуры ему их не давали. Вот у меня эта группа была, у Симакова она есть, как у действующего замглавы. А у третьего претендента ее не было. У Дмитрия Осипова. Ну, видимо, так, да. Коему мы говорим, да. Ее не было. Поэтому, посчитав, что это существенное условие и при отсутствии такой группы этот человек победить не может, конкурс был сорван. Все. А давайте слушателям поясним просто группа допуска. Вот что это значит? Попуск государственной тайни. Гостайни. То есть он выдается особой службой. Не должны быть там какие-то отрицательные вехи в биографии и так далее, и так далее. В общем, масса критериев, по которым проверяется муниципальный служащий. И которая влияет на какое-то градационное участие в комплексе. Да, конечно. Все-таки там должность главы администрации, это определенная гостайна есть, присутствует в повседневной деятельности. Поэтому это необходимо, иметь такую группу. Необходимо. Ну, кстати, такой версии еще не звучало. Вы впервые об этом говорите. А что тут такого необычного? Вот сейчас, после того, когда данного товарища согласовали на должность замглавы, то стало все понятно. Именно когда становишься замглавы, там вторую группу дают автоматом. Вот. А после нее уже путь открыт. И вы посчитали, что теперь уже ничего не сделать, правильно? Ну, зачем тратить время впустую? Зачем создавать видимость какой-то конкуренции, какой-то демократии, выборности, когда кто-то уже решил. Комиссия сформирована таким образом, что она поддержит все равно того, кого скажут сверху. И все. И все. Создавать иллюзию конкуренции и честной конкурентной борьбы, выборности смысла нет. Не вижу. Вот о поддержке чуть позднее. А сейчас вообще о том, что конкурс должен пройти 27 апреля, да? В этот раз состоится он, на ваш взгляд? Вы знаете, мне сложно сказать, потому что настолько непредсказуемо. Может, кто-то еще что-нибудь придумает. Два раза уже срывался, да? Да. Говорят, бог любит троицу, не знаю, что там получится. Ну, может быть, не так. Все-таки городу нужен руководитель. Хоть какой-то руководитель, но нужен. Потому что такое вот безвластие, отсутствие четкой стратегии управления, оно, конечно, я считаю, в сегодняшние дни, тяжелые дни для экономики города, для городского хозяйства, они просто ущербны. Это ситуация. Городскому хозяйству чуть позднее вернемся. Еще вот по поводу конкурса, по поводу того, что если он пройдет 27 апреля, то 29, если я правильно понимаю, если нет, то поправьте меня. 29 апреля его результаты, получается, уже должны представить на заседании Гордумы депутатам на согласование, так? Да, конкурсная комиссия представляет депутатам Городской Думы кандидатуру, которая, по ее мнению, наиболее соответствует этим критериям. Ведь почему я еще, так сказать, отказался от участия? Я обратился в прокуратуру и на Думе выступал, сказав, что данное положение о конкурсе, оно не соответствует здравому смыслу. Не соответствует уставу города, по-моему, да? И уставу города, федеральному закону 131 и закону области. А можете пояснить? Дело все в том, что по этому положению конкурсная комиссия представляет одного кандидата. А Дума, на Думу, представляет одного кандидата, наиболее достойного, по их мнению, вот этих 10 человек. А Дума должна выбирать из числа кандидатов множественное число. То есть выборность должна быть, выборность, состязательность, конкуренция определенная, чтобы депутаты могли... В формулировках. Да, конечно, конечно. И вот в этом, я считаю, определенное разночтение есть. Ведь, еще раз, выборность подразумевает некую конкуренцию. Как минимум двух человек. Из кого выбирать, если предоставляется один? Ну, это же неправильно. Если все-таки вернемся к тем условиям, в которые поставлены депутаты, да, и им представляют человека, которого они должны согласовать. У нас, ну, где-то примерно месяц назад был Денис Херохин, и он высказал мысль, что может такое случиться, что депутаты просто не согласуют этого человека. Вот как вам кажется? Реально такое? Мне сложно говорить за всех депутатов, но свою мысль я уже высказал, и я буду придерживаться этого мнения, своей позиции. Я считаю, что данные кандидаты, кто остался в этом конкурсе, достаточно слабо подготовлены для работы в сегодняшних условиях. Нет команды, нет определенного управленческого опыта. На сегодняшний день нужны более, скажем так, жесткие руководители, наверное. Нужны руководители, которые работают на опережение. Нужны те руководители, которые поведут за собой всю администрацию. А сегодня же там разброс и шатание. Никто работать не хочет. Вы знаете, я в прошлый четверг оказался там, выходя без 15.05, рабочий день мы знаем, до 5 часов в администрации, да? Так уже люди со своей работы начали уходить за 15 минут до окончания рабочего дня. Да им там делать просто нечего. Сидят впустую и уходят. Когда увидели меня внизу стоящим, все как-то там засмущались, засуетились, вроде что-то там неудобно им стало. Да, в том числе не только сотрудники администрации, но и городской думы. Нечего делать. Вот зачем люди на карантине, а там приходят, сами от всех изолировались, да, и изображают какую-то там работу. Да надо деньги экономить в данном случае. Отправьте их тоже без содержания. Почему бизнес мы гнобим таким образом, да? А там кто-то сидит, получает в том числе за счет налогов, которые платит наш бизнес. Ну, слушайте, коронавирус это ведь не повод, чтобы сейчас здесь вот все, прекратить всю работу, не знаю, отправить чиновников, которые не будут следить вообще за всем, что происходит. А вы что видите, что-то делается у нас, там прибирается город или что? Проводится работа с нашими управляющими компаниями. Да нет, ничего же этого нет. Вот об этом как раз хочу спросить. Есть какое-то такое ощущение, что вот все, не знаю, силы, все внимание брошено вот на эту вот проблему с коронавирусом? Ну да, она действительно есть, но как будто бы все другое немножко на втором плане. Вы знаете, я не считаю, что все силы брошены на проблему с коронавирусом. Я считаю, что все силы у сегодняшней городской власти брошены на проблему с самоизоляцией. Вот они точно все самоизолировались. Закрылись, забаррикадировались, вход с улицы Карла Маркса закрыли, Смаровского там все перегородили, поставили там кучу охранников, столы, никто не пройдет, никто не зайдет. Ну и что? Ведь основная работа городской власти, работа с населением, работа, можно сказать, на земле, это самый низовой уровень власти, а мы от всех закрылись. Надо вообще тогда закрыться и все. Я думаю, город за эти дни, за этот месяц там лучше уж точно не стал. Поэтому не видно никакого результата работы. Пусть дальше закрываются, сидят там по домам, самоизолируются. Хотя бы деньги будем экономить на них. А вот то, что вы называете отсутствием результата работы, это проблема того, что в городе нет начальника настоящего? На самом деле в городе есть начальник настоящий, есть глава города. Вот самое бы время проявить себя, да, скоординировать деятельность, всех, так сказать, направить в нужное русло, какие-то меры поддержки предлагать, в том числе бизнесу, в том числе социальным нашим службам, учителям, врачам и так далее, и так далее. Маски раздать людям необходимо. Вот месяц прошел. Мы что, организовали там раздачу бесплатных этих масок? У нас есть статья. Я напомню вам. На банкеты там полтора миллиона. Уже же понятно, что банкеты мы не будем проводить, да? К ближайшим праздникам. Полтора миллиона в мэрии вы имеете? Ну давайте, конечно, конечно, я о городе только говорю. Ну давайте эти деньги перенаправим, дадим там нашим ателье, нашим малым предприятиям. Пусть они сошьют маски и раздавать. В больницах раздавать. Вот мне не удалось, а по необходимости побывал в одной из поликлиник. Поликлиник. Вот я вам скажу, что, наверное, только четверть людей там находится в масках. Если не меньше. Да, если не меньше. Ну ведь если мы действительно хотим бороться с этой проблемой, с этой болезнью, то, наверное, вот в таких закрытых помещениях это как раз то необходимое, чтобы защитить друг друга. А мы, не знаю, не думаем об этом. Вот я чувствую, что власть после только моих выступлений начинает как-то шевелиться. То я сказал, что там слишком много автобусов, давайте начали сокращать там это. Да, пустые автобусы ходят по городу. Ну нет же смысла. Нам же придется из бюджета их датировать потом, все эти убытки. Нет, автобусы, насколько я знаю, как раз их сократили компанией, но губернатор попросил вывести всех. Если область будет компенсировать нам эти потери, то, пожалуйста, конечно, за счет бюджета области, пусть автобусы ходят, я не против. Но у нас и так полмиллиарда дефицит. Потом, когда я выступал на каком-то там канале, я сказал, что, ну, посмотрите, визуальная реклама, где у нас ни один билборд не призывает к тому остаться дома, мыть руки и так далее, и так далее. Через несколько дней начало это появляться. Потом мои выступления по поводу дезинфекции подъездов. Через три часа начали появляться ролики, что там управляющие компании этим занимаются. Бардак. Нет работы на опережение в городской власти. Нет. Они за это деньги получают. А результата нет. Мы не видим никаких действий на опережение. Они всю жизнь привыкли работать по тому принципу, когда им сверху что-то спустят, тогда они все начинают делать. А вот сейчас ситуация изменилась. Президент сказал, вы должны работать на опережение. И они оказались в растерянности. Они не готовы так работать. Власть наша городская не готовы. Поэтому они разводят руки и не знают, что делать. И все ждут. Кто-то им что-то скажет, услышат хорошую мысль, начинают воспринимать. Пресс-служба. Ну, может быть, депутаты как раз для этого и нужны, чтобы подсказывать. Да, бесспорно. Конечно, мы и делаем. Только я хочу сказать, что депутаты работают на безвозмездной своей основе, а кто-то получает за это зарплату. Да, при том, что с тех налогов, которые в том числе и депутаты платят. И не только депутаты. Все наше население. Для содержания нашей власти. А результат отрицательный. Заседание Думы будет 29 числа. Накануне было заседание в ОЗС. И уже не в первый раз, а во второй раз они проводят его в особом формате. Они рассаживаются там через полтора метра, ну, как и положено. В прошлый раз они голосовали руками, потому что при такой рассадке невозможное электронное голосование. Я хочу спросить, как Дума в этом смысле работает? Будут ли какие-то изменения на ближайшем заседании? Предупреждали ли вас об этом? Может быть, какие-то нововведения? Мне сложно говорить за руководство Думы, потому что, вы знаете, вот в начале прошлого заседания я же говорил, что, когда уже во всю эту ситуацию у нас была в таком напряженке с коронавирусом, я же говорил, что у нас присутствуют депутаты, которым за 65. Ну, хотя бы маски. Хотя бы давайте рассядем. Или как-то... Ну, врач есть в администрации. Почему мы даже температуру при входе не можем измерить? То есть в город администрации температуру не меряют при входе сейчас? Ну, на последнем заседании нет. А видите вы вообще смысл в этой манипуляции? Ну, какие-то действия в плане безопасности должны же проводиться. Но мы же не можем так рисковать здоровьем не только своим. Своё это во вторую очередь. Ведь и других приходится много с кем общаться. В любом случае, ну, это же, я считаю, нужно максимально обезопасить других, чтобы инфекцию не передавать. Поэтому нужно делать всё, чтобы соблюдать режим, так сказать, абсолютной стерильности, я бы так сказал. Этого не происходит. Ну, пока нет. К сожалению. К сожалению. Видимо, президент должен сказать, тогда будут мерить у нас температуру. Онлайн-формат 1 апреля его ещё в Мосгордуме приняли, да, то есть уже месяц назад. У нас депутаты ОЗС приняли это решение и внесли изменения в регламент накануне. Есть ли какие-то разговоры об этом в Кировской городской думе? Или это уже предусмотрено регламентом и, может быть, просто не в курсе? Нет, вы знаете, я пока об этом не слышал, но ведь такие онлайн-форматы, вот, вы знаете, я опять, наверное, тут поёрничаю, но скажу, что они выгодны, наверное, определённому депутатскому большинству. Это же в их понимании, что дума не место для дискуссий. Вот лучше посидеть за компьютером, там, я не знаю, как-то там где-то онлайн. А почему ощущение, что это не место для дискуссий вообще онлайн, вот, все вещи? У меня на прошлой неделе был в основном мнении Сергей Павлинович Мамаев, он это же говорил, он говорил, что это, значит, это для кнопкодавов, это его выражение. Конечно, конечно. Но вот если мы посмотрим тот же Zoom, да, ещё какие-то программы, там абсолютно вполне можно дискутировать нормально, брать слово, высказываться. Ну, я всё-таки сторонник живой дискуссии, да, когда ты видишь реакцию зала, когда ты видишь реакцию своих коллег, там, поддерживают, не поддерживают, и направляешь в определённом, так сказать, направлении свои мысли, своё выступление, пытаешься транслировать, в том числе, ещё раз повторю, видя или не видя поддержку в своих выступлениях. А сидеть у экрана, там, параллельно играть и раскладывать пассианс, наверное, это, ну, ещё раз повторю, там, не для меня, вот, не для моих коллег, там, по моей фракции, это уж точно. Перейдём к теме коронавируса всё-таки, да? Да, самая обсуждаемая сейчас, самая, наверное, проблемная, да. Судя по повестке заседаний комиссии, единственная мера, которая будет рассматриваться депутатами, если не считать списка, да, который «Справедливая Россия» подготовила по поддержке, станет отсрочка по аренде муниципального имущества. Также шла речь о срочке оплаты за размещение рекламных конструкций. С одной стороны, хочется сказать, смешно, с другой стороны, способен ли вообще городской бюджет какую-то помощь на себе тянуть? Бесспорно, меры поддержки, я с вами соглашусь, смешные, ничтожные и никому реально не помогают. Способен ли бюджет? Я вам скажу, способен. Начиная с ноября месяца, как вы помните, я выступаю за сокращение штатной численности. Я это не случайно вам сказал в самом начале программы, что без 15,5 уже люди начинают покидать свои рабочие места, уже в одежде, уже собранные, с сумками одеты и так далее. Им нечего там делать. Им нечего там делать. Штат администрации за последние годы увеличился практически в два раза, а штат Думы в четыре. Что, увеличился объем полномочий? Нет. Нет. Объем каких-то там сложных задач на сегодняшний день? Нет. Что там делают они? Скажите. Это же, еще раз, у нас сегодня дефицит полмиллиарда. И тем вот, мои предложения, повторю, что о необходимости сокращения, я в декабре слышал от главы города, будем рассматривать этот вопрос каждый месяц. Прошло четыре месяца, никто даже не рассматривал. В феврале Плехов мне, как исполняющий обязанности, сказал, к марту мы вам представим сокращение. Уже конец апреля, никто не представил. А вы считали, какая там может быть сумма, и на что, допустим, эта сумма могла бы быть направлена? Слушайте, ну у нас наши чиновники называют наш бюджет социальным. Только они не понимают там смысла этого слова «социальный». Социальный у нас по расходу, по расходам, то есть две трети расходов – это социальная статья, зарплаты, в том числе муниципальным служащим и так далее. Но он у нас социальный не по духу своему, не по духу. То есть у нас нет реальной помощи малозащищенным слоям населения. Вот чиновникам есть у нас, они квартиры покупают за счет бюджета. У них санаторно-курортное лечение. У той же главы города там 200 с лишним тысяч в год, помимо зарплаты и всего. Я же даже написал письмо и сказал, сколько там, скажите. Нет, мне говорят, пришел ответ, что оказывается не является вопросом местное значение. Расходы на санаторно-курортное лечение главы города. Ну это что такое? А каким же вопросом это является? Это уже просто какая-то наглость, я не могу сказать. То есть здесь не отменить вы имеете в виду, да? Да они даже в уставе это себе прописали. Квартиры, санаторно-курортное лечение. Это уже устав не свод правил для жизнедеятельности нашего города, а какие-то уже там особые условия для руководителей, для муниципальных служащих. Льготы там прописали себе. Отменять срочным образом это все нужно. Поэтому, ну вот, сокращать, отменять, и мы исправим ситуацию с нашим дефицитом. Только нужно в этом вопросе как-то себя ущемить. А ведь не хочется, ведь привыкли, все же хорошо, все же любим отдыхать, зарплаты, премии и так далее, и так далее. А результата-то нет. Нет результата. Город все ниже, ниже, ниже на дно скатывается. Конечно, вот многие, кто не имеет такой возможности, наши там жители, выезжать за пределы нашего города, нашего региона и сравнивать. А у меня такая возможность есть. Я вижу, что мы ниже, ниже, ниже. Вот смотрите, мы говорим сейчас о приборке города. Ведь 10 дней до недавнего времени стояла хорошая погода. Хоть одна машина вышла прибирать, убирать эту пыль, этот песок с дорог, который рассыпали там зимой на гололед. Никто. Никто. Вот последние два дня только там более-менее появилась одна-две машины. А до этого кто мешал? Какую-то санобработку провести, если мы говорим, мы боремся с коронавирусом. Нет. Ну, санобработку в подъездах ввели, насколько я понимаю. Вы знаете, я повторю еще раз после моего выступления у вас на радиостанции. Потому что, когда я сказал, что я обратился в жилой инспекции, так вот руководитель жилой инспекции, мне тогда секретарь по телефону говорил, я говорю, свяжите меня с руководителем, я там то-то, то-то, какие-то вопросы. Мне было дважды сказано, это было вот две недели назад, руководитель жилой инспекции отдыхает. Вот в такое время руководитель отдыхает. Я еще раз обращусь к работодателю этого руководителя жилой инспекции. Наверное, там сделают так, чтобы он отдыхал и дальше, но в статусе ином. Соискателя вакансий по другому месту работы. Пусть дальше отдыхают. Если говорить о том, что, допустим, чиновники не готовы сокращаться сами, не готовы сокращать свои зарплаты, но вот те деньги, которые, вы говорите, можно было бы направить на поддержку, это пока единственная статья, которую я услышала. Вы видите, вообще возможно изыскать, найти. Как вообще должна быть тогда организована работа мэрии в этом направлении? Ну, может быть, хоть какая-то инициативность, если уж от своих зарплат не отказываться? Какая еще, скажите, может быть, инициативность? Вот им говоришь, а они смотрят, кивают головой и забывают ровно. Опять же, напомню про бюджет, про дефицит полмиллиарда. В декабре месяце, когда мы принимали бюджет, я уже тогда говорил, что мы принимаем бюджет не в соответствии с нашими нормативными документами, потому что мы должны одновременно с принятием бюджета принимать программу приватизации. Она тогда принята не была. Меня уверяли, что это будет сделано потом. Прошло 4 месяца. И справился у нас дефицит. Мы приняли какое-то решение? Никакого. На несколько там десятков тысяч только нашли какие-то возможности для сокращения. Ну, 450 миллионов они остаются. А сейчас, когда мы понимаем, что у нас не пойдут поступления от налогов, не пойдут поступления от аренды, которая предлагается сделать, от всего, от всего. Вот я об этом и говорю. Если мы понимаем, что денег у нас нет, могут чиновники что-то другое делать? Ну, вот, допустим, просто... Они не могут. Сегодняшние чиновники нет. Они не привыкли. Еще раз. Они привыкли всю жизнь работать то, что им говорят сверху. Сейчас, повторю свои слова, когда им президент сказал работать на опережение, все, они в растерянности. Они не способны. Мозги атрофировались. А что могли бы делать? Что вот в данной ситуации без денежья там бюджетного можно сделать местным чиновникам? Ну, давайте вот вспомним. Я на прошлом заседании предлагал обратиться руководству города, главе города к нашим предпринимателям, которые сменили свою подписку, извиняюсь, прописку там по ведению бизнеса. За последнее... Это предприниматели, которые работают на ЕНВД, ОСН и так далее, на спецрежимах. За последние пять лет налогооблагаемая база поступления в наш бюджет по этим налогам уменьшилось на 130 миллионов чистых цифр. Если еще делать в пересчете на то, что ставка, коэффициент по ЕНВД, он увеличивался эти годы, то там больше, там под 160-170 миллионов мы могли бы получать. Я предложил руководству города обратиться к предпринимателям и попросить в такое сложное время, коллеги, давайте, вернитесь, пожалуйста, перерегистрируйтесь у нас, мы вам гарантируем то-то, то-то, там не будет на вас спресса, мы готовы вам снизить эту налогооблагаемую ставку, там не, условно, там не 6%, там до 2% и так далее. Все равно мы ничего не имеем, хоть что-то будем иметь. Мы действительно можем обращаться, только если что-то снизим, потому что вот недавно было, опять же, видео, там, видеоразговор наших предпринимателей с Кряжевой, с министром эконом-развития, они ей прямо говорят, что если не будет послаблений, мы готовы идти в другие регионы, вы нам скажите, нам идти в другие регионы, прописывать цели? Ну, конечно, так они уже фактически все ушли, уже все нормальные, у кого более-менее там обороты, они все ушли и участвуют своими налогами в перекладке брусчатки в Москве, там, в Питере, в Нижнем Новгороде, в Казани, только не в Кирове. У нас такая власть, у них корона вируса, корона на голове выросла, корона вируса, да? Поэтому они, что вы, это же не их царское дело обратиться к своим холопам и сказать, ребята, пожалуйста, давайте вместе. Ну, просто обращаться бесполезно, надо что-то предлагать. Знаете, есть такая поговорка, там, и в радости, и в гости вместе, да? Вот так в радости они вместе, а когда такая проблема, так наша власть сразу отдельно. Люди отдельно, предприниматели отдельно, мы сами по себе, мы свои зарплаты получаем. А вы, мелкий бизнес, сидите и не работайте. Вот по поводу этого сидите и не работайте. Вот эти полумеры, которые сегодня там... Да, давайте вот о полумерах мы после перерыва с вами продолжим. Хорошо, хорошо. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня ее веду я, Мария Кожевникова, а напротив меня депутат Кировской городской думы Альберт Бегалюк. Альберт Александрович, вот начали, раз вы уже говорите о полумерах, хочу тогда немножечко перескочить, да, и к этому вопросу обратиться и посмотреть на улицы города, да? Ну, действительно, людей очень много, и каждый день мы там читаем новости, смотрим на Яндекс.Карту и понимаем, что с каждым днем их становится все больше и больше. Если в первые дни запрета, наверное, тогда просто всем действительно страшно стало, и индекс там был 3,5, по-моему, в Кирове, ну, то есть прям хорошо, да, если максимум 5, то у нас 3,5. И сейчас, вот на вчерашний день было 1,9, то есть, ну, практически весь город на улице. Ничего людей уже не сдерживает. Вот я хочу вас спросить, почему так? И вот по поводу полумер у нас как раз Дмитрий Русских это же самое слово употребил в эфире, сказав, что люди просто не понимают, что им делать. То ли им сидеть дома и голодать, то ли им можно идти и зарабатывать, кому можно, кому нельзя, все смешалось. Ну, знаете, меня в этой ситуации больше всего напрягает и удивляет та ситуация, когда разрешили работать 140 предприятиям нашего города. Это плохо или хорошо? Да, вы знаете, не плохо и не хорошо, я еще раз говорю. Это непонятно. Меня это удивляет. Почему предприятиям разрешили, а малому бизнесу, вот у которого там маленькие магазинчики, парикмахерские, там какие-то магазины стройматериалов, там по 50, по 70 метров, у которых посещаемость там 20-30 человек в день, мы их закрыли. Зачем, скажите? Давайте сравним тогда, не знаю, с тем же продовольственным магазином. Вот я совсем недавно наблюдал в одном из магазинов, просто, знаете, решил потратить полчаса и посмотреть, как там ведется обработка. Не буду называть магазин, но это факт. Корзины идут по третьему кругу, из руки в руку. Никто эти корзины не обрабатывает. Вот прилавки, да, а корзины, которые берут люди, никто, я за полчаса не увидел, чтобы кто-то их протер. Поэтому, если мы говорим о маленьких магазинчиках и о больших продуктовых супермаркетах, где же возможность больше, скажите мне, тогда заразиться? В этом маленьком магазинчике? Почему мы их закрыли? Почему мы им не даем? Почему не даем парикмахерским работать? Еще раз повторю. Маленьким этим магазинам, там, одежды, не знаю, там, стройматериалов, еще чего-то. То есть на ваш взгляд должны быть все открыты одинаково? Или на ваш взгляд все одинаково закрыты? Говори, да, эти магазины все открыты. Вот приходите в любой, стучитесь в дверь, и вам откроют. И скажут, давайте мы продадим, но только за наличный расчет. Что, разве не так? Да все так. Все так. Да потому что людям нужно жить. Им кто-то разве говорит о какой-то помощи? Никакой помощи им ни в чем не обещается. Никакой помощи. Поэтому что они должны делать? Я же знаю семьи, где оба родителя работают в бизнесе, которые закрыты. А есть дети, есть какие-то обязательства. Никто же с них не снимает. Что им? Вот вы скажите сейчас в данном ситуации. От чего, извините, вот там, наверное, жесткий такой юмор, от чего легче умереть? От психоза, который вызван этим информационным давлением от коронавируса, да? Самой болезнью? Или отсутствием денег уже из-за того, что все закрыли? Однозначного ответа нет. Не только в полумерах. Вопрос в том, что люди поняли, что надеяться могут только на себя. Конечно, конечно, конечно. Еще раз говорю, все эти магазины, все работают. Да и правильно делают. Вот я другого даже сказать не могу. Потому что власть оказалась не готова к такой ситуации. А вот эти вот одним можно, другим нельзя. Почему большому предприятию можно, а маленькому нет? Почему? Объясните. Ведь с них никто не снял обязанность платить за тепло, за электроэнергию, там, связь, интернет и так далее, и так далее. Ведь никто не снял. Энергетики, я знаю, до сих пор стоят у рубильника, там, и многим звонят, и это самое, поворачивают. Мы вернулись в 90-е. Разбой какой-то уже идет там со стороны этих ресурсоснабжающих организаций. Мы не только, так сказать, нашей экономикой, но и с помощью наших ресурсников добьем весь бизнес до конца. Добьем. Потому что дохода нет, чем платить. А те говорят, должен, плати. Их не волнует. У них тоже свой план. Все, ситуация безвыходная. Так зачем мы их закрываем? Скажите. Я не знаю. Я сомневаюсь в правильности этой меры. И вот как раз городской штаб, наверное, должен был подумать об этом и высказывать свои мнения, в том числе на областном штабе, доносить это, отстаивать интересы своих жителей. Я же помню, кто-то там присягу приносил на уставе и говорил, что будет работать в интересах всего населения муниципального образования. Ну, однако, не вижу. Только в полном составе администрации работают наши чиновники. Вообще, что интересно, вот это же была одна из первых мер, да, когда взяли и закрыли все маленькие магазины. А, казалось бы, надо вот тех, кто приезжал к нам, даже из той же Москвы, не говоря уже за границей, просто всех хватать и куда-то... Самые большие случаи заражения, это мы видим и знаем Коми, Татарстан, Москва, Нижний. У нас пояс святка остановили там, по-моему, два дня или три дня назад. 15-го числа, да. Ну, значит, да, четыре дня назад, пять дней назад. А до этого три недели все ездило, все ходило, все работало. Только потом опомнились, откуда у них идет инфекция. Что, до этого не знали? Да, конечно, знали. Но, опять же, никто президент им не сказал, поэтому они не подумали об этом сами на опережение. А вообще, вот если говорить об этих двух путях, да, есть, значит, путь спасения людей, как говорят, да, то есть вот жесткий карантин, все остальное, есть путь экономический, то есть путь спасения экономики. Вот на ваш взгляд, вот здесь что надо было выбрать, а что в России происходит вообще непонятно, да? Ведь, еще раз вот повторю, президент не случайно, Владимир Владимирович Путин сказал, что в такое время на уровне регионов, на уровне субъектов должны самостоятельно принимать решения, видя ситуацию эпидемиологическую, где больше, где меньше, где она отстает, где она уже там вперед пошла. Поэтому должен быть здравый баланс. Мы и экономику не можем сгубить, закрывая все, или делая какими-то полумерами. Там бизнес малый уничтожаем, а средний, там более, который близкий, он работает. 140 предприятий. Нет баланса. Нет грамотного, прагматичного подхода к этой ситуации. Вот все, еще раз повторю, все ждут команды сверху. Работать на опережение не могут, не умеют, не привыкли, не научились. По поводу работы здесь на месте, да, сама городская власть, вот к чему там я уже подводила вопрос, да, и поняла из ваших ответов, что, в общем-то, никаких инициатив и не было, даже если не говорить о финансовой составляющей вообще. Ну вот депутаты гордумы, в саму гордуму внесен документ одной из партий «Справедливой России» о том, что... Направить обращение, да, на имя представителя правительства Российской Федерации о определенных мерах поддержки бизнеса. Вот я хочу спросить, первое, почему этот документ вы вносите в гордумы, почему не отправить его сразу в Мишустину и не ждать там чего-то одобрения, зачем это нужно? Вы знаете, хотелось, чтобы был некий прецедент. Вообще инициатива, на мой взгляд, должна всегда идти снизу в тяжелые времена, снизу. Мы на местах здесь видим, лучше понимаем. Москва немножко другой субъект, где по-другому даже другие доходы бизнеса, другие обороты, другая подушка безопасности. Они сейчас в новостях так удивляются, что коронавирус в регионы ушел. И прям вот... Ну, там же многие руководители, они вообще не представляют, что есть жизнь за пределами МКАД или Садового кольца. МКАД это уже для многих далеко, но за пределами Садового кольца. Поэтому, конечно, удивляются. По поводу этого письма, да. Да, и еще раз повторю, что, на мой взгляд, мы думали и считаем, что должен быть некий прецедент. И мы рассчитываем, что нас поддержат не только, так сказать, на уровне нашего муниципалитета, нашего города, но и других столиц, столиц, субъектов. Потому что ситуация, в общем-то, у всех одинаковая. То есть вам хочется, чтобы это было масштабно, чтобы это не какая-то группа депутатов, чтобы это город отправили? Да, бесспорно. Мы уже видим, вот уже со всех просто уровней уже идет обращение. Махерских начали выступать, абсолютно поддерживаю, да. Но надеюсь, что вот это вот масштабное обращение бизнеса, малого бизнеса с регионов, с мест, которое внизу, дойдет до правительства. И, наконец-то, мы начнем там оказывать реальную помощь нашему бизнесу, раскупоривать нашу кубышку, которую мы копили, в том числе за счет наших налогов, в том числе высоких цен на топливо и так далее, и так далее. Ну вот если посмотреть этот список, да, там очень много, там 34 пункта, и большая часть из этих пунктов это освобождение от налогов, да, и не только бизнеса, а даже нас всех, допустим, освобождение от НДФЛ, да. Но мы все понимаем, что вот тот же НДФЛ, там и разные ЕНВД, УСН, все это то, что наполняет наш региональный бюджет. Нет, ЕНВД наполняет наш городской бюджет, УСН 10% город, 90% область. Если мы от всего этого откажемся, то... А на что дальше? Вот я просто пример приведу, та же Кряжева, когда ей задавали предприниматели этот вопрос, она на него ответила. Я не знаю уж, это, конечно, тоже, тоже спорный может быть ответ, да, но она говорит, что... А все остальное? А что все остальное? Мы же не можем забывать там о своих социальных обязательствах. Да, вот о своих-то они как раз и не забывают, они же себя не сокращают, что вы, что вы. Вот малый бизнес, мы убьем, мы его задушим. Зачем он нам? Он мешает только работать, они там какие-то митинги проводят, там, за отставку, там, еще что-то. Они же мешают. А вот себя, конечно, мы будем любить, мы будем платить себе зарплату, это так думают чиновники. У них же других мыслей нет. Они же не знают, они думают, что они живут в стране дураков, где посадил пять соль, да и на следующий день выросло целое дерево с деньгами. Они не понимают, наверное, как работает экономика. Говоря о социальных каких-то вещах, она говорила, конечно же, не о своей зарплате, а об образовании, о медицине. Но они этой мантрой прикрываются всегда, а в первую очередь у них мысли только о себе. То есть, на ваш взгляд, реально такие меры ввести нам на уровне, там, допустим, даже региона или все-таки нет? Да, обязательно нужно, обязательно, ведь экономика у нас как должна работать? Есть там... Деньги-то на это где брать? Товар, деньги, товар. Вот у нас... Даже если все чиновники от зарплаты откажутся, не хватит. Деньги-то где брать? Так экономика должна работать. Экономика должна работать. Вот мы еще говорили тут совсем недавно по поводу, стоит ли раздавать людям какие-то там дотации с бюджета, там, 10-20 тысяч кто-то предлагает. Кстати, да, интересно. Вы знаете, я бы предложил именно не там не по 10, не по 20 тысяч раздавать, а вернуться каким-то прот, пром, так сказать, купоном, да, чтобы именно еще раз, чтобы экономика заработала. Чтобы наши люди не унесли их там в банк, положили на депозит, да, а именно, чтобы они в экономику купили товар, деньги потратили, предприниматели снова, бизнес снова эти деньги запустил в оборот и так далее. Цепочка товар-деньги-товар не должна останавливаться на только деньгах. Деньги, а у нас сейчас деньги, 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 деньги. Мы же видим, последние годы у нас вклады в депозиты у населения растут какими-то там просто бешеными темпами. По 10-15% прирост. Деньги не идут в экономику. Поэтому что мы хотим? Что мы хотим? Я понимаю, что этими мерами мы просто убиваем весь наш бизнес. Убиваем. Времени у нас, наверное, да, одна минутка всего осталась. Все-таки еще раз вот этот вот вопрос. Я хочу все от вас услышать. Мы можем своими собственными силами городскими и региональными все эти меры вводить? Или мы все-таки ждем какой-то помощи от федерации? Бесспорно, все меры мы не можем вводить, потому что если по поводу нашего обращения, по поводу снижения там и отказа от налогов, отмены, да, то там большинство налогов федеральных, конечно, мы ждем это от них. Но и свои тоже. Вот говорить, что мы там не будем брать аренду, так ее и так никто не будет платить. Не будем платить за рекламные места, так вы посмотрите, все билборды пустые. Надо было их завесить там, еще раз повторю, сидим дома, моем руки там и так далее, и так далее. Так сделали только неделю назад это. Еще один короткий вопрос, ну, чтобы хоть на каком-то позитиве закончить, да, много говорится о том, что это тяжело, это плохо, да, действительно, там бизнес загибается, люди хуже живут. Но можно из этой ситуации для себя вынести какие-то положительные моменты? Вот вы как предприниматель, как человек что-то позитивное видите для себя, да? Ну, для себя, можно я не о себе скажу, я скажу о других предпринимателях именно, о которых вы спросили, которые мне вот за последние, там, больше сотни звонков мне от моих знакомых коллег поступило. Вы знаете, какой положительный момент они все вынесли? Они мне все говорят, вот если раньше мы к выборам относились так с прохладцей и думали, ай да ладно, сейчас мне все говорят, нет, мы будем участвовать, нет, мы пойдем, нет, мы обязательно будем голосовать за тех, кто нам реально помогает. Вот, устали люди от этого бездействия, вот это самый главный позитивный момент. Наконец-то проснулось у многих, в том числе у нашего бизнеса, сознание, что необходимо, нужно обязательно участвовать в политической жизни нашего города, нашего региона, нашей страны. Да, ваш голос важен. Спасибо. Вот на этой ноте мы и закончим. Спасибо большое вам, Олиберт Александрович. Доброго дня, здоровья, доброго дня всем. Я тоже на шварде слушателям. Желаю в первую очередь здоровья. Здоровья, берегите себя. До свидания. До свидания.